Это была база данных для описания нашего собственного архива. Она тогда и создавалась с достаточно сильной командой программистов. Деньги на это дал тогда фонд Сороса. Это плохо. Сейчас это нельзя говорить. Но я продолжаю говорить, потому что с моей точки зрения, то, как поступили с Соросом, это чудовищная непорядочность. Просто не то, что несправедливость, не только несправедливость, но и непорядочность. Ян Рачинский. И вы? Председатель правления Международного мемориала с недавних пор. А когда? Насколько недавних? С марта. В декабре умер. Арсений Рагинский, который был председателем на протяжении многих лет и лидером. Не только формальным, но главное, что и неформальным. Ну вот и дальше. Теперь это место занимаю я. Вы можете в двух словах... В общем, честно говоря, Мемориал это огромная какая-то организация, на мой взгляд. В двух словах, скорее не про то, что это такое, мне кажется, вы не расскажете. Миссию квинтэссенции. Зачем Мемориал? Ну, это немножко менялось с течением времени, потому что первое время миссия формулировалась, собственно, сводилась к восстановлению исторической памяти. К сохранению памяти о жертвах репрессий, выяснению причин и последствий, созданию мемориала в смысле не памятника, не только памятника, но еще архива, музея, библиотеки. То есть информационного комплекса. Но поскольку с самого начала в деятельности участвовал Арсений Рогинский и многие его коллеги по диссидентскому движению, это очень быстро несколько изменило направление деятельности, так правильнее сказать. И добавились правозащитные функции. Ну, попутно существовало и благотворительное, поскольку рубеж 90-х, это было довольно тяжелое время экономически, там нужно было действительно многим людям помогать. Мы старались тогда организовывать эту помощь. Но главное, появилось правозащитное. И, собственно, тогда и возникло вот это вот двуединство. Мы смотрим на прошлое с точки зрения прав человека и оцениваем его вот именно через эту призму, через оценку того, почему стало возможным то, что случилось, почему эти репрессии оказались возможными. И сегодняшний день мы тоже воспринимаем с точки зрения пройденного пути. Потому что очень многие сегодняшние проблемы – это продолжение проблем вот этих вот 70 лет советской власти, но и последующих уже тоже в значительной степени. У вас не получилось коротко, наверное, потому что организация действительно очень большая и, наверное, много целей у нее. Но вы бы все-таки сказали, что восстановление исторической памяти, исторической справедливости, и вообще она нужна сейчас, историческая справедливость, если несправедливость, кстати, в отношении сталинских репрессий. Какая у нас линия партии вообще сейчас? Это надо спрашивать у партии, если говорить про то, что наблюдается. Все-таки не только восстановление исторической истины, все-таки в огромной степени это и содействие построению гражданского общества. Вот это вот существенная часть. Потому что репрессии оказались возможны, когда было уже напрочь разрушено гражданское общество, все взаимосвязи между людьми. И мы пытаемся как раз содействовать восстановлению этих связей, появлению их вновь. А линия партии несколько иная, к сожалению, с начала. Собственно, это началось еще в середине 90-х, движение вспять. Оно оформилось это с приходом Путина, когда он сказал про то, что истории надо гордиться, когда появилась эта идея единого учебника истории. И, собственно, позиция партии достаточно проста. Чтобы государство всегда в основном хорошее, все делало правильно, вот были отдельные искажения. А так, наше государство было ничем не хуже любого другого. Но искажения сейчас сильно ли были? Вообще они связаны только с личностью одного человека? Или это действительно искажения на уровне всего государства? Это искажения на уровне всего государства, на уровне избранной модели. Когда государство это все, а человек это строительный материал, расходный материал для величия государства. И, собственно, нынешняя концепция наших властителей не очень далеко от этого ушла, к сожалению. Вот государство сакрально, и всякий, кто пытается поставить что-то выше интересов государства, неизвестно, что это такое, но вот для них это что-то существующее, тот оказывается врагом. Но не Сталин один, просто сама конструкция государства, в котором не предусмотрены обратные связи, в котором уже есть рецепты для всего, для решения любых задач. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно, это замечательная формула. Исходя из нее, незачем спрашивать у людей, что они думают, потому что есть учение Маркса. Ну, сейчас мы не очень далеко, к сожалению. Нет, но все-таки после, нет, это был период действительно короткий и ужасный. Он действительно был каким-то живодерским, этот период. Все-таки после Сталина, после смерти Сталина не было такого ужаса. Хотя учение было тот же, тоже, и система была та же, государство было тем же. Ну, во-первых, террор начался до Сталина, и все-таки продолжался после. После, вовсе не со смертью Сталина прекратились расстрелы, хотя они, конечно, резко пошли на спад, но по инерции еще органы работали и просто переключились уже на людей, которые реально когда-то соприкасались с оппозицией советскому строю. На остатки когда-тошних эсеров, когда-тошних меньшевиков. Это в середине, во второй половине 50-х продолжалась охота на них. Но дальше уже просто работа была сделана. Так же, как и сейчас, в общем, работа сделана. Нет необходимости никакой в массовых репрессиях. Вполне достаточно наказывать нескольких для устрашения всех. Совершенно необязательно преследовать каждую... Правда, при советской власти продолжали преследовать всякое неофициальное издание. Но сейчас такой необходимости нет. Это неофициальное издание, но существует оно в сколько-то... Ну, пусть даже в тысячах экземпляров. Когда вечером телевизор покажет для многих десятков миллионов то, что хочется партии и правительству. В общем, опасаться этого ручейка нет никаких оснований. Сейчас мы... Вообще, это интересное время, на самом деле, после 50-х. И интересно то, что вы сейчас сказали. То, что Сталин своим поведением фактически переломил нацию. После этого она стала послушной и спокойной до середины 80-х. В общем, получается, что так. За исключением единиц диссидентов, которых никто не знал. Смотрите, я человек не очень умный. Ну, или умный, хорошо. Любой. У меня на машине наклейка на заднем стекле. Можем повторить. Я горжусь историей своей страны. Можете меня запугать? Рассказать, что происходило тогда? Чтобы я понял, что на самом деле вот этот период хотя бы... То есть, может быть, и Великая Победа, и может быть, Дни Прогресса, и еще что-нибудь. Но вот именно этот период, период самых жестких репрессий, это было настолько страшно, что если бы я туда попал из современности, мне бы это не понравилось. Тут не вопрос запугивания, тут вопрос точной оценки фактов. Просто в мировой истории нет другого примера такого чудовищного уничтожения собственного народа. Просто ни одного примера другого. Ну, может быть, Камбоджия много позже, Камбоджия. И то это надо еще сравнить, устроить по многим признакам, а это другая совсем история. Но просто понимать, что вот у нас в течение, если говорить про то, что принято называть пиком террора, ну, действительно, по количеству расстрелянных это максимум. Вот 720 тысяч расстрелянных за неполные 18 месяцев. То есть, это тысячи человек ежедневно расстрелянных только по политическим обвинениям. То есть, каждую минуту в стране кого-то убивали по политическим обвинениям. Ну, это вот кто-то посчитал, сколько там дивизий, 70 с лишним дивизий. Потому что в основном это были мужчины призывных возрастов, эти расстрелянные, вот накануне войны. Ну, просто вот еще одно, что надо понимать, что это не судебные ошибки. Потому что никакого суда для подавляющего большинства из них просто не было. Это были заочно вынесенные решения троек или двойки, которые приводились в исполнение. И люди даже не знали, что их приговорили. Они не то, что не могли сказать слово в свою защиту. Про адвокатов я вообще не говорю. Это роскошь неведомая о той эпохе. Просто они даже не узнавали, пока не получали пулю в затылок. Вот это тот период. Ну, это сейчас. Меня это не касается. Потому что я люблю свою страну. И расстреливали все-таки врагов народа в той или иной степени. А я честный человек. Я же говорю, у меня на заднем стекле наклейка «можем повторить» и так далее. Я за государь, за своего. Да, так в том-то и дело, что это построение сродни религиозному, к сожалению, квазирелигиозное сознание, на которое не действуют аргументы разума. Потому что среди этих расстрелянных 720 тысяч подавляющее большинство, скажем, во всяком случае больше 95%, скажем так, это люди вообще никак не сомневавшиеся, не противостоявшие никак, скажем так, сомневавшиеся, может быть, но никак не противостоявшие советской власти. Это, в общем, была практически случайная выборка. Вот кого взяли первым, кто знакомый с этим первым, неважно, сказал о них что-то или нет, по записной книжке пошли или выбили показания. И дальше попасть под раздачу мог каждый. Для кого-то там, для каких-то профессий там существовали объяснения как бы логичные, то есть, например, холодных сапожников забрали почти всех. Потому что, в принципе, с точки зрения разведки, вот эта будка – это идеальное место для передачи сведений. Это понятно, что это до какой степени это идиотизм, но, тем не менее, вот почему очень много ассирийцев показалось среди репетинок, потому что, в принципе, почти все сапожники в Москве были как раз ассирийцы, очень большая часть. И они все попали, тем более, что и происхождение такое сомнительное. Ну да, ассирия, это же. Но это, где можно искать хоть какие-то объяснения логики следователей, этих вот чекистов, извращенные, но все же логики. А огромная часть просто, без всякой логики, просто попали под установленные планом цифры. Что нужно читать, чтобы понять, что происходило, точнее, кого? Сложеницына или Шаламова? Я думаю, что лучше прочесть обоих. Но у меня нет времени на то и на то. Кого вы обсуждаете? Это вопрос предпочтений. Если сопоставлять архипелаг ГУЛАГ и шаламовские колымские рассказы, то, в общем, до получения впечатления я бы выбрал, наверное, колымские рассказы. Архипелаг ГУЛАГ имел огромное значение, колоссальное. Но, в общем, эта вещь не самая высокохудожественная у Сложеницына. Она, скорее, именно попытка исследования. Ну да, я на самом деле тоже зашаламов. А что вы еще посоветовали, чтобы понять в то время? Были еще писатели? Гроссман, «Жизнь и судьба». А первые две части вы читали? Да, естественно. Вы не нашли, что они сильно разнятся? Первая, третья, четвертая. Кардинально причем. Я бы не сказал, что кардинально они разнятся. Это эволюция некоторая и плоды раздумий. Но, в общем, это одна из тоже очень важных тем сопоставления двух тоталитаризмов. И в чем-то можно сказать, что у Германии судьба легче не только потому, что тоталитаризм там был всего 12 лет. То есть это очень короткий период. Но и потому, что с ним легче расстаться. Потому что идеология нацизма очевидным образом преступна. И это можно легче осознать. Идеология коммунистическая, она гораздо более замаскирована. Потому что масса людей, которые искренне верили в эту утопию, работали просто на своих местах ради вот этой вот сказки, этой мечты. Заработали только мозоли, там и какие-то похвальные грамоты. Вовсе никаких дворцов не заслужили. Им признать, осознать, что вот эта вот сказка была обманом. Потому что они служили не богу, а дьяволу, что всем упрощаю. Вот нехотя, они ничего дурного не сделали, но тем не менее это поддерживают. Это очень сложно, очень трудно и болезненно. И этим надо заниматься целенаправленно. У нас, к сожалению, работа ведется скорее в противоположном направлении. Ну нет, у нас диссиденты есть, которые... Вы же теперь опять диссиденты, я так понимаю, мемориал. Был же период, когда вы были достаточно в полнении диссидентским движением? Ну, я не знаю. Никогда мы не были особенно в согласии с властью, ни на каком этапе. Мы всегда, в общем, от любой власти дистанцировались. Иногда, может быть, даже чрезмерно. Дело вкуса. Это не было целью, просто что любую власть всегда есть за что критиковать. А поддержка власти не является нашей функцией. Как правило, это не функция гражданского общества. А что касается основной нашей первоначальной цели, то формально государство и сейчас вроде бы с нами. То есть, у нас есть и концепция, хоть и чудовищно выхолощенная, там осталось из 40 предложений порядка 13, из того, что мы предлагали. Но все-таки существует концепция увековещения памяти жертв политических репрессий государственная. Вот поставлен этот памятник, стена скорби. Такие ритуальные действия государство совершает. В общем, даже кажется, довольно искренне. Наши руководители, Путин и Медведев, проявляют уважение к жертвам. Мы это видим по делам, которые появляются в Карелии, в Чечне по отношению к... Да, мы видим как власть, поэтому... Ну, тут опять-таки я склонен полагать, что с центральной властью у нас разногласия по другим поводам. Здесь гораздо больше местной инициативы, на мой взгляд. Думаю, что и в Карелии, и тем более в Чечне это местная самодеятельность. Перестарались? Да, которая, правда, не находит такого окорота из центра. Ну, это интересно. Мне казалось, что это все центральное распоряжение. Вы считаете, что это действительно случайность? Ну, потому что то, что местные могут устраивать на местах, это всегда неконтролируемо. Действительно, я согласен. Это не соответствует линии партии. Вы считаете, что не соответствует? Я думаю, что... Нет, смотря в чем. Что линия партии не предполагает чрезмерного привлечения внимания к трагической истории страны. Да, не предполагает. Но все-таки там довольно очевидно, это местная самодеятельность. Это, к сожалению, обычная российская беда. Потому что чиновники на местах стараются предугадать желание начальства и опередить, побежать впереди паровоза. Интервью выйдет накануне акции «Возвращение имен». Можете очень коротко объяснить, тоже мне, человеку, у которого наклейка, можем повторить, почему мне вдруг надо прийти на эту акцию, куда-то там переться на Лубянку, и зачем-то читать какие-то имена. Если есть такая наклейка, то это, в общем, трудно объяснить для людей нейтральных. Ну, вот, как мы сами это объясняем, что, вообще говоря, когда человека ни в чем не замешанного, случайного практически расстреливали, дело не кончалось расстрелом. Этого человека вычеркивали из истории. Его имя оказывалось под запретом. Его родственникам зачастую было гораздо безопаснее просто уничтожить фотографии и никогда в анкетах не упоминать это родство. И, собственно, произнося это имя, мы, как бы, пытаемся продемонстрировать, демонстрируем, что государство не всесильное. Что, вообще говоря, вот, как бы ни пытались людей из истории вычеркнуть, история без людей не существует. И вот мы этих людей возвращаем в... Ну, не в жизнь, конечно, но вот их имя, которое пытались вычеркнуть, вот этому государству, вот этой огромной махине, все-таки не удалось. Смотрите, Бессмертный барак, это тоже я не нашел информации. Как-то к вам имеет отношение? Бессмертный барак, это параллельный проект, независимый от нас совсем. В какой-то мере они используют наши материалы, в какой-то мере добавляют свои. Тут, в общем... Не ваш, в общем, проект. Нет. А вот вам не кажется, что вообще это делает в некотором смысле в пику Бессмертному полку, Бессмертный барак? Ну, идея возникла действительно в пику. На мой взгляд, это противопоставление совершенно неразумное, ненужное, хотя и спровоцированное вот этим вот тем, что называется победа Бессия, когда у нас победа становится единственным историческим событием за сколько там тысяч, за полторы тысячи лет. Ну, собственно, поэтому и наклейку у меня можно повторить, что, если я хочу гордиться своей страной, то, собственно, я ее должен наклеить. Да, нет, я и не против гордиться, только что гордиться нужно с открытыми глазами. Вот когда откроют архивы Министерства обороны полностью, они вот так вот выборочно, как сейчас, когда откроют архивы госбезопасности, когда откроют архивы Министерства иностранных дел, вот тогда мы посмотрим на эту историю и будем гордиться. Там есть чем гордиться, потому что действительно подвиг народа был. Но при этом надо отчетливо понимать, что внешняя политика государства в 1939 году была преступной. И что, вообще говоря, в огромной степени жертвы, которые пришлось понести народу, это следствие именно этой преступной и недальновидной политики. Но вот у нас, не хотят об этом помнить, и еще недавно опять кто-то из официальных лиц говорил про освободительный подход в Западную Белоруссию и Западную Украину. То есть это вот клише советских времен, снова оживают. Освободительный поход это и месяц до войны? Ну, 1939 год, нападение на Польшу. Да, 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 да. Это был освободительный поход. Ну, в советских учебниках так писали, и сейчас это... Катынь был освободительный поход. Ну, Катынь, это вообще опять у нас подставят под сомнение, уже есть разные письма с требованием пересмотреть, хотя тут уже и позиция высших властей вполне очевидна, и опубликованные документы, без которых и так было все понятно, но официально опубликованы подлинные документы. Это, почему я говорю, что это некое квазирелигиозное сознание. Это невозможно переубедить человека верующего доводами разума. Вот в этом смысле оно именно квазирелигиозное. Это не знание, не рациональное убеждение, а именно вот вера такая. Так, времени у нас осталось немного совсем, поэтому про технологии. Мы должны говорить про технологии, потому что мы теплица социальных технологий. Вы закончили в 82-м году, да? Да. И работали программистом аж в 96-го года. Ну да, в той или иной степени, да. А вот интересно, что делали программисты в 82-м году в Советском Союзе? Ну вот ваш, не знаю, вы прямо если были программистами, вот ваш рабочий день, что вы могли делать? Рабочий день, вообще говоря, я работал в Госплане, в главном учительном центре Госплана. Я попал туда по распределению, и, собственно, там требовались разного рода расчеты планов. То есть это обработка информации довольно большого объема. То есть я приходил и садился писать сначала. Это были программы довольно совсем прикладные, потом уже более общего характера. Это как бы инструменты для автоматизации программирования. Сейчас, тогда еще были перфокарты, я же, насколько думал. Перфокарты, да, были эти, да. Существовали, но уже появился и удаленный доступ. Вот есть 1033, потом 1045, цельностянутые с IBM-овских машин. И даже документация там была ксерокопированная с IBM-овских руководств. При том, что были отечественные разработки и БЭСМ, и позже Эльбрус. Но они больше использовались в оборонной области, в гражданской чаще эти вот ворованные машины, которые делались в ГДР преимущественно. Все это вот таким образом. Ну вот смотрите, просто интересно, да. У нас все-таки вдруг, вдруг нам можно гордиться нашей вычислительной техникой. Вдруг окажется, что Эльбрусы и БЭСМы, да, они были на самом деле, ну, не хуже Макинтоши и IBM-ов. Как вам кажется? Нет? Мне трудно говорить, потому что я с БЭСМами работал мало. Это скорее мой брат мог бы по этому поводу, поскольку он участвовал в разработке. По оценке людей, которые работали, это были перспективные направления. Там были интересные идеи, часть из которых потом так или иначе была использована. Часть осталась невостребованной. Но БЭСМы работали еще довольно долго и после конца Советского Союза. Это были довольно мощные машины, хотя к надежности их были претензии. Дело в том, что у нас довольно много хороших идей. Но у нас не было возможно тогда и до сих пор это плохо возможно выстроить технологии. Из-за чего даже появились такие проблемы, как построение надежных систем из ненадежных элементов. Это специальные задачи, возникшие именно с этим технологическим отставанием. К сожалению, это не то, чтобы решена проблема. Когда сейчас у нас рассуждают про нанотехнологии... Про нанотехнологии уже не рассуждают. Сейчас у нас обсуждают цифровизацию или цифровизацию, в общем, одно и то же. У нас периодически что-то обсуждают и вкладывают в это большие деньги. Нанотехнологии уже все, мне кажется, они не в тренд. Послушайте, попробуйте вспомнить, все-таки программистов было мало тогда. А вот тогда, в 1985 году, в 1986 году, вы могли бы себе представить, что такое произойдет скачок, что технологии разовьются до такого состояния, в котором они находятся сейчас? Вообще, в любые технологии, я имею в виду все. Ну, в общем, до такого, нет, это какие-то вещи не мог, но, в принципе, скорость изменений уже была видна. Потому что я пришел, это были еще только ленты в 1982 году там на машинах, и почти исключительно. Потом появились барабаны магнитные, вот эти вот пакеты дисков, вот такой вот диаметра на, если мне память не изменяет, на 27 мегабайт, что ли. Вот тут считалось... Много. Да, это было колоссально много. Это, правда, машины были тогда занимавшие целый зал, но это вот произошло в течение, скольких там, двух-трех лет, когда я работал. А в 87-м или 86-м году уже появились первые персональные машины, у кого-то Искры, у кого-то Икстишки уже. Ну, это Госплан обеспечивался в числе первых. Вот. И, в общем, направление развития было понятно. Представив себе, что телефон будет, в общем, вполне конкурентно способен с тогдашней Икстишкой, это было трудно. Но, в общем, развитие было очень быстрое. Другое дело, что при всем этом развитии были энтузиасты, которые предсказывали какие-то такие вот революции. Я, в общем, поскольку много лет имею дело с вычислительной техникой, понимаю, что все это все же обслуживающее, а не действующее само по себе. Вот эти вот иллюзии, что появятся системы машинного перевода, они действительно появились, но каждый, кто сталкивался с Google-переводчиком, понимает, что это, как сказать… Ну, да, они работают. Ну, как, слушайте, это все не быстро. То, что… Нет, то, как переводят сейчас переводчик, это уже очень хорошо. Вот следующий вопрос, как раз, про это. Про то, что у вас основная проблема… В принципе, у вас огромная база данных, вы работаете с Big Data, да? Ну, Мемориал, вы обрабатываете огромное количество имен, вам нужно… И проблемы, которые у вас возникают с этим, то, что имена повторяются, где-то неправильно записаны, где-то и так далее… Ну, в общем, работа с Big Data требует, в общем-то, машинного обучения нейросетей по-хорошему. Вы не смотрели в эту сторону? Не смотрел, честно скажу, я пока отношусь к этому довольно скептически, к возможностям. Я бы с удовольствием использовал, если бы была такая возможность, но, как пример, ну, вот то, с чем я вожусь уже довольно долго, это попытка навести какой-то минимальный порядок с географическими названиями, хоть минимальный. Ну, даже на уровне районов, ну, вот как недавно просто попалось под руку, Раненбаумский район в базе написан 51 способом. И я довольно сильно сомневаюсь, что возможно создать систему, которая научится распознавать, что это именно он, а не какой-то еще, потому что это не всегда прозрачное… Ну, нейросети, они все больше и больше, они становятся все более и более хитрыми. Нет, они становятся более хитрыми. Тут вопрос качества данных. Когда шум не слишком велик, да, они могут справляться с разными задачами довольно сложными. Здесь мы имеем просто очень много шума, потому что данные, с которыми мы имеем дело, значит, это, ну, скажем, по крайней мере, в половине случаев это малограмотный подследственный, который не очень четко рассказывает и даже свою фамилию, а уж про место рождения и вовсе. «Пойди угадай», он смешивает районы с губерниями. И дальше такой же не очень грамотный следователь записывает от руки. Потом то, что он записал от руки, человек тоже не чрезвычайно компетентный в большинстве случаев, пытается разобрать. Разбирает иной раз так, что при всем старании не поймешь, что имелось в виду и как это интерпретировать. И дальше еще набивка в ряде случаев распознавания. Потому что, к сожалению, даже те книги, которые верстались компьютерно, а компьютерная верстка не сохранилась, и приходится это распознавать. Это еще дополнительные ошибки. Вычетку сплошную сделать невозможно. Получается очень большой шум в данных. То есть, считаете, что нейросеть все-таки не справится с этим? То есть, какие-то задачи можно пытаться, но просто слишком большой шум в данных. Вообще, мемориал с самого начала был технологичным проектом составления базы данных. Это было вообще не в самом начале мемориала, база данных репрессированных. Это был технологичный процесс для того уровня развития? Ну, может быть, даже... Ну, неважно. Было, да, естественно. Сначала это была не столько база данных, поскольку не было для этого предпосылок. Когда мы начинались в 88-м году, еще не было. В 89-м никаких книг памяти еще не существовало. Это была база данных для описания нашего собственного архива. Вот она тогда и создавалась с достаточно сильной командой программистов, которые сделали это. Там, деньги на это дал тогда фонд Сороса. Ну, это плохо. Сейчас это нельзя говорить. Ну, я продолжаю говорить, потому что, с моей точки зрения, то, как поступили с Соросом, это чудовищная непорядочность. Просто не то, что несправедливость, не только несправедливость, но и непорядочность. Потому что, в общем, у меня много знакомых работают в разных сферах естественных наук. Я знаю просто, скольким вот эти вот небольшие тогдашние гранты помогли просто выжить здесь, а не уехать туда. Потому что многие уехали туда, но многие, кто не хотел ехать, смогли остаться здесь именно благодаря Соросу. В том числе и на этот проект, да, деньги дал фонд Сороса. И да, это было тогда важно. Ну, потом у нас были много разных проектов. У нас началась издательская деятельность, тоже компьютеризованная. И другие базы разные. Я хотел бы спросить про проекты более прикладного уровня, то, что видят люди. То есть, вы же делали еще и то, что вы выносите, что ли, в свет. Вы бы сами, какой бы вы выделили проект, тот, который прямо выстрелил, люди его увидели. Не знаю, или сайт, или что-нибудь, вот что-то такое. Про что вы бы сказали? Ну, если говорить то, к чему чаще всего обращаются, то это, конечно, большая база данных. Это еще когда-то не было базой выставок, как база выставлена, как в виде этих списков. Ну, это делалось довольно давно, и мы не были уверены, что сервер справится с нагрузкой. У нас есть очень важный проект, сегодняшний, недавний, это вот «Топография террора», которая теперь называется, это прямо здесь. На карте Москвы обозначены разные места, связанные с историей репрессий. И довольно богатый там архивный материал, в общем, собранный опять-таки этой программой. Многое впервые просто там появилось, это важный проект. Есть проект по кадровому составу НКВД, который наш лишь отчасти, это работа, в общем, независимого исследователя, который мы только привели в удобо используемый вид, потому что это все было, в общем, текстовые файлы в компьютере довольно среднечитаемого вида. И это вызвало неадекватно бурную реакцию сначала охранителей, потом в ответ появилась масса интересующих. Ну, сейчас это уже вошло в такой рабочий режим. Так у нас большой объем ресурсов, к сожалению, поэтому даже перевести на новую версию сайта все, что было накоплено на старом, не удалось. Оно так и существует в довольно архаичном виде. Я думал, что вы это прямо здесь как раз скажете на первом месте, потому что он очень стильно сделан на самом деле. Сложный, достаточно сложный, хорошо сделанный, хорошая работа. Много ли людей делали? Долго ли делали? Это вы можете как раз от Александра Поливанова, которую вы приняли за Наташу. Она не то, что курирует, она более-менее мотор всего этого проекта. Это, в общем, ее усилиями довольно большая команда исследователей собралась, и там нашлись и хорошие люди, программисты и специалисты по картографии. Там тоже были свои заморочки достаточно серьезные с тем, как отображать все это на карте. Это действительно, если говорить про продвинуться. Вообще говоря, есть еще проект «Та сторона», это о судьбах бывших восточных рабочих, о тех, кого в годы войны угнали в Германию. И там, в общем, разработка в каком-то смысле может быть даже и более значимая, поскольку это продукт, позволяющий сопоставлять видео и аудио по тайм-меткам и размечать по тегам. То есть, вообще говоря, не только для этого проекта, сделан был специальный инструмент именно для того, чтобы там большой архив видеоинтервью с бывшими восточными рабочими, это, в общем, уже уходящее поколение. И это очень интересные свидетельства. И там можно работать с большим объемом информации, неформализованной. Ну, то есть, с точки зрения технологии, вот именно, как сказать, сложно назвать это технологичным, или, ну, вот это смотрится хорошо, там много информации, а это смотрится хорошо, там много информации, но еще и там вот такой вот ход прямо современный. Вы бы сказали, какой у вас самый технологичный продукт? Значит, я не профессионал в современных технологиях, как человеку, вот работавшему с информацией, мне, пожалуй, интереснее был бы вот все-таки проект «Та сторона». Хотя он это, хотя это именно интерес человека, имеющего, ну, вот информационщика, скажем так. Я понимаю, что существует, скажем, огромные комплексы мемуарных документов, которые надо хоть как-то представить для работы исследователям и пользователям вообще. Вот эта сторона, это разработка инструмента, который может быть применим к любому комплексу документов. Это достаточно гибкий. Все, у нас совсем, значит, времени практически не осталось. У меня буквально два вопроса, то есть, точнее, два взгляда на один вопрос. Вот этот момент был, там, 85-й год, там, 90-й год, был момент, когда можно было как-то действительно понять, что произошло со страной и каким-то образом развернуть и действительно пойти в другом направлении, скинуть это. Ну, фильм «Покаяние», там же скинуть этот труп, наконец, покаяться и пойти уже… Ну, действительно, правильно посмотреть в свое прошлое, чтобы правильно начать смотреть в будущее. Этого не произошло, к сожалению, действительно. Вот в какой-то момент все раз и завернулось опять, и мы опять идем там же. Ну, то есть, мы так и продолжаем идти, как шли. Вот сначала про плохое. Что мы сделали не так? Почему этого не произошло? Почему опять все вот так? Ну, я считаю, ответ будет долгий. Нам нужно очень быстро. Очень быстро не получится, потому что, на мой взгляд, мы сделали не так, когда перешли от… Изменили вектор. Вектор Горбачева был направлен к демократии, к разделению полномочий. Вектор Ельцина был направлен на концентрацию власти в одних руках. К сожалению, это очень традиционно для России надежда на доброго царя. Собственно, это посыл был у Горбачева, мы вместе должны переделать эту страну. Это он много раз говорил в разных аудиториях. Посыл Ельцина был, вот я пришел, я сейчас все сделаю всем хорошо. Вот, и это было воспринято, потому что у нас традиционно надежда, вот приедет барин, барин нас рассудит. И именно поэтому пошло на спад вот и ощущение возможности что-то сделать, и готовность людей что-то делать. Сейчас вот есть Ельцин, пусть он и разбирается со всем. Вектор изменился, а потом он изменился еще раз, еще больше. Еще, да, все ближе туда. Да. Есть же какая-то философия истории, немцы, например. Вы говорили, что с немцами проще, потому что они всего 12 лет были под… Да, да. Всего 12 лет, и там проще дистанцироваться от этой идеи, разделиться. То есть, ну вот, значит… Ну, каждый человек, условно, мы сделали не так, это что-то там происходило. То есть, каждый человек в своей семье формально признал, что пусть будет добрый царь, а я останусь. И это опять повернуло ситуацию. Мог ли каждый человек что-то сделать? Каждый мой… Ну, то есть, опять же, я человек, которого написано на заднем стекле, можем повторить. Вот что я сделал не так? Почему я в 90-е годы опять вернулся к этому уже, к этому совку? Вот это вот возвратившаяся апатия. Ну, не знаю, помните ли вы, я-то очень хорошо помню застойные годы, как раз… Нет, я, конечно, очень… Ну, вот первая половина 80-х – это просто была глухая социальная апатия. Вот никто не верил, что что-то изменится, все думали, что это навсегда вот жить в этом болоте. И, к сожалению, вот поначалу приход Горбачева – это открыло возможность для людей, ощущение возможности что-то изменить и необходимости что-то менять. Активность людей была тогда необыкновенной. Вот с приходом Ельцина вот мотивация участия уменьшилась, потому что вот мы уже все сделали, вот дальше все пойдет хорошо. И дальше, когда другая часть, которая еще не так, не только другая, в общем, многие люди, когда увидели, что идет не туда, а уже, собственно, механизмов изменить уже не было. Опять-таки, другая – это не только в нас самих дело, это дело и в тех, кто, вообще говоря, пришел тогда к власти вместе с Ельцином. Потому что не было никаких попыток поддержать активность массы или хотя бы обращать на нее внимание. И боюсь, что это и есть главная потеря и главная проблема сегодняшняя, что у нас нет обратной связи. Если говорить про технологии, то это элементарная вещь в любой сложной системе. Без обратной связи сложная система существовать устойчиво не может. Это никакая. У нас обратная связь, в общем, разрушена. Вот что бы ни происходило в стране, у Соловьева и Киселева вы увидите про Америку, про Украину, а про Отечество только, когда можно сказать, что это виновата Америка или Украина. Примерно такая конструкция информационного поля. Второй вопрос у меня был или не вопрос. Что нужно сделать или что мы еще можем сделать? И вообще будет ли у нас шанс опять на этот продых и на покаяние? Потому что люди так и не поняли, что произошло, мне кажется. Вот я говорю, мы можем повторить. Это значит, что люди не понимают вообще, что происходило в период с 30-го. Ну ладно, не будем пока революции с 30-го по 42-й, по 41-й. Потом все-таки стало все плюс-минус спокойнее. После войны тоже сажали, я знаю. И во время войны сажали, еще сколько и расстреливали. И война была ужасная. То, что Гроссман написал, что мы победили, потому что у нас не было людей. Не было Красной Армии, была живая сила. Эту живую силу можно двигать куда угодно. Это не человек, это живая сила. Да, на эту тему есть разные свидетельства. Что мы можем сделать и можем ли вообще что-то сделать? Мы делаем то, что можем. Мы стараемся приучить людей сколько можно думать самостоятельно. Школьный конкурс – это один из наших базовых проектов. Мы не просим их писать на конкретную тему и не даем никаких идеологических установок. Их задача – просто добыть информацию самостоятельно, прикоснуться к истории самим. Не книжки читать, которые могут быть разные. А вот пойти к бабушке или прабабушке, у кого есть, пойти к пожилым соседям, попытаться пойти в архив покопаться, но вот самим пощупать эту ткань истории. И это, на мой взгляд, то, что нужно и то, что наиболее перспективно. Пытаться заставить людей задуматься. Поможет ли это? Конечно, трудно сказать. Отсутствие обратной связи, отсутствие легальных способов перехода власти, передачи власти не наследнику, а той передачи, которая обеспечивает выход пара, что называется, у нас нет. Поэтому, к сожалению, я пока не вижу особенно оптимистичных вариантов. Впереди система, к сожалению, не способна к самореформированию. Поэтому вопрос, в каких формах все это будет меняться. ответ не видится мне слишком радужно.